Особое мнение на 101FM Управляющая компания «Актив Комфорт» стала одним из участников совещания, экстренного совещания, уж не знаю, насколько оно там было плановым, на котором эта тема обсуждалась. Насколько я понимаю, ситуация связана с тем, что прошлый подрядчик, который работал на вывозе отходов КДУ-3 с рынка мусорного, уходит, и вместо него будут новые перевозчики, а те контейнеры 10 тысяч, по-моему, назад. Называлась такая цифра, которые установлены, они принадлежат КДУ-3. Ну, смотрите, то есть, во-первых, давайте не обгонять события и говорить о том, что подрядчик с рынка уходит или не уходит. Можно будет только после подведения итогов конкурса по пяти лотам на вывоз твердых коммунальных отходов. Почему, скажем так, надо подождать? Потому что в настоящее время в Управлении Федеральной антимонопольной службы подано свыше 20 заявлений от различных участников рынка, в том числе и от КДУ-3, о котором вы сказали, которые оспаривают условия проведения аукционов по всем лотам, насколько я помню. Это про Кировскую область мы сейчас говорим. Кировскую область. И про город Киров в том числе, он в одном из лотов находится. В частности, оспариваются требования к обеспечению контракта, то есть, это до 30% банковская гарантия. Мы понимаем, что для того, чтобы банковскую гарантию, например, на сумму 100 миллионов получить, надо залоговое имущество на 200 миллионов в банк заложить. То есть, где же столько взять? Собственно говоря, люди на это и опираются, подавая свои иски. Второе требование, которое, насколько я знаю, оспаривается, это, собственно говоря, штрафные санкции, которые приложены в аукционной документации, которые могут достигать 100% от стоимости этого лота. Третье, что оспаривается, это, собственно говоря, возможность досрочного расторжения контракта и с удержанием, собственно говоря, всей стоимости залога в счет перевозок будущим подрядчикам, которые будут в случае расторжения контракта по конкурсу отбираться. Сейчас пока слушаний по этой теме по существу не было, то есть переносит заседание, ближайшее состоится 9 декабря, и в случае, если, собственно говоря, жалобы будут призваны обоснованными, то есть могут быть какие-то там иные события и новое проведение конкурса. Либо нет, если жалобы будут призваны необоснованными. То есть это вот по юридической стороне вопрос. Что касается контейнеров, то... Зачем тогда собирать управляющие компании и объявлять им о том, что, ребята, давайте решайте вопрос контейнеров? Ну, смотрите, это право, собственно говоря, собственника контейнеров, то есть будет он возить, не будет, будет он на субподряде, например, или нет, контейнеры – его собственность. То есть это порядка 8 тысяч контейнеров, по моей информации, на территории города Кирова находятся в частной собственности перевозчиков. И вот здесь, честно говоря, к сожалению, российское законодательство, оно допускает очень такие разночтения. То есть если до прошлого года, до позапрошлого года в правилах обращения с твердыми коммунальными отходами однозначно было написано, что контейнеры должны приобретать собственники площадок, то есть это либо муниципальное образование, мы помним, им субсидии выделялись на оснащение этих площадок, либо управляющие компании, были внесены изменения, и уж эти изменения трактуются настолько неоднозначно. Вот просто вот несколько правовых позиций, да. Апрельское письмо прошлогоднее Министерство строительства ЖКХ Российской Федерации. Значит, входит плата за ТКО, за содержание мест ТКО, в том числе при приобретении контейнеров, плату за содержание жилого помещения, оплачивают его собственники, соответственно, этой обязанностью управляющих компаний. Генпрокуратура в этом же самом временном периоде говорит, что тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, из анализа прокуратуры следует, что именно региональный оператор, а не кто-либо иной, ежегодно, не позднее 25 декабря, значит, подает реестр площадок накоплений и сообщает, сколько контейнеров он должен размещать. Еще прокуратура генеральная делает вывод, что приобретение контейнеров – это, собственно говоря, обязанность рекоператора, для этого ему в тарифе дают 1%. У нас средства этих не закладывалось, на минуточку. Значит, позиция аппарата правительства Российской Федерации от конца прошлого года, 24 декабря, основанной на письме Минприроды. Говорится, контейнеры могут приобретаться, внимание, собственниками земельных участков, на которых расположены площадки, органами местного самоуправления, организациями, которые шляют управление квартирными домами, потребителями и региональным оператором, в случае, если у него есть это в тарифе. Кто хочет, тот и покупает. Из этого следует только одно, что перевозчику точно не должен эти контейнеры оплачивать и ставить. Он не региональный оператор, не управляющая компания, прочее, прочее, прочее. Поэтому вопросы надо задавать сейчас не перевозчику, который на законных основаниях свои контейнеры, ну, он имеет на это право в случае расторжения, он же предупреждает, не то, что я их гарантированно сниму, а в том случае, если как бы я не останусь там на подряд, на суп-подрядах, я свое имущество убираю с площадок. Это как бы логично совершенно, да, и поэтому он говорит, ребята, вот в силу вот этих разночтений вы можете это приобрести. А может, вам это поставит региональный оператор, а может, не поставит. Это ваше отношение, дорогие управляющие компании с регоператором, решайте этот вопрос. Понятное дело, на рынке паника, поскольку эти контейнеры приобретались лишь малым количеством управления компаний, но приобретались. То есть, есть УК в Кирове, которые свои контейнеры, они вообще не переживают. Вот. Как-то ситуация будет разруливаться, но, я думаю, это задача органов местного самоуправления и Минэкологии областного. Пусть героически эту задачу, эту кашу, которую сами заварили, сами эту кашу и расхлебывают. А жителям-то что делать? Ну, то есть, если в итоге обяжут все-таки управляющие компании взять на себя обязанности вот эти вот контейнеры, либо приобрести, либо выкупить, либо взять в аренду... Управляющая компания вправе выйти на собрание собственников жилья и поставить вопрос либо об увеличении платы за содержание мест общего пользования, общего имущественного квартирного дома, и жильцы вправе это принять, либо не принять. Либо, собственно говоря, в рамках существующего тарифа приобрести. Потому что у нас немалое количество управляющих компаний, у которых предусмотрено огромное количество услуг, которые они гражданам должны предоставить, а предоставляют сильно меньшее количество услуг. То есть, здесь нет хороших в этой ситуации, судя по всему, а пострадают все равно горожане. Ну, горожане пострадают лишь в том случае, если за оставшиеся 20 небольшим дней до Нового года, а Новый год, это мы знаем, это место массового завала площадок... Не только елками. Да, не только елками, но и мусором. Вот если за эти оставшиеся 20 небольшим дней органы власти, органы мест самоправедания не сделают ничего для того, чтобы коллапс предотвратить, то он возникнет. То есть, очевидно, что каждый год по снову года возникает такая ситуация. Разные могут быть варианты, ведь можно и выйти на договоренность, например, с тем же КДУ-3, но это, опять же, должны быть некие гарантии областной власти, областной именно, скорее всего, или городской, ну, как минимум. Что, давайте, там, мы, например, до февраля, вы там контейнеры не убираете никуда, пользование там вам оплачивается, мы к тому времени приобретаем свои и как бы расходимся мирно, там, тихо. А здесь, опять же, там, как говорится, здесь два путя. То есть, может быть, пойдут на это, может, не пойдут. То есть, в итоге вот ситуация с большим количеством развилок, юридических нестыковок, несогласованности с позицией федерального законодательства, и как всё закончится, слушайте, я даже сейчас не скажу. Ну, наверное, если действовать скоординированно, то эту ситуацию там можно вывести в мирное русло. Надеюсь, так и будет сделано. Меня в этой ситуации напрягает только одно. Вот это вот самое собрание, на котором присутствовали руководители управляющих компаний, которым было сказано, что, ребята, давайте подключайтесь к решению вопроса. Мне-то кажется, что управляющая компания из своих средств эти контейнеры точно не будет приобретать. Это, скорее всего, ляжет на плечи жителей. Ну, вот вообще, по логике этих писем, то есть, если опереться на позицию генпрокуратуры, это задача рекоператора, раз уж он взял на себя в конечном итоге, то есть, раз он взял на себя на 10 лет контракт за обращение с ТКО в Кировской области, то, ребята, как бы это вот ваша проблема. У вас деньги на это, может быть, есть, а может и нет. То есть, может, они заложат, например, эти деньги. Вроде сейчас какие-то закупки идут контейнеров. Хватит их, нет, не знаю. Тема такая очень, она подковерная, не сильно из этого подковра как бы что-то вырывается, и поэтому очень сложно следить за ходом решений, принимаемых на сегодня в тематике такого. В общем, заварили кашу, судя по всему, да, где-то у нас в середине лета. Кстати, не очень понятно вообще и что с полигонами-то будет у нас, потому что, с одной стороны, вроде анонсируется, что мусор наш повезут воречи, с другой стороны, есть информация о том, что воречи возить нельзя, и, в общем, до сих пор непонятно, чем история с осенцами закончится даже. Непонятно, потому что суда не было ни одного, пока еще там ни одного заседания, имею в виду, по существу, опять же, который бы рассматривал этот вопрос, и необходимо понимать, и надеюсь, что Алла Викторовна Албегова, министр экологии Кировской области и председатель Совета директоров Куприта, понимала, когда, собственно говоря, текущая ситуация, она заваривалась, она понимала, что если вы откроете ящик Пандоры по осенцам, по приорудованной территории, то, соответственно, этим же ящиком Пандоры вам по голове прилетит, собственно говоря, от Победилова, от другого аэродрома. Только есть одна большая разница. Если по Порошино зона приорудованной территории не утверждена и не внесена в региональные схемы территориального планирования, то по Победилово в 2017 году, после общественного резонанса, который я в том числе вызывал по приорудованной территории, по Победилово эта территория была сформирована. И действительно, в эту территорию попадает приорудованная территория и Оричевская свалка, и там кусочком попадает Лубягин. Не все, насколько я знаю, да. Как раз вот эта 15-километровая зона проходит. Я не видел материалов проверок прокуратуры, но общественники говорят, что они есть. С интересом бы их посмотрел, если бы мне кто-то передал. Но, очевидно, если будет, собственно говоря, запрет по уже существующей современной приорудованной территории, то, конечно, сохранивать туда нельзя. То есть это еще раз не помешает, чтобы не было каких-то инсинуаций, разместить там объект по переработке отходов первого-второго класса опасности, там Радыкова, он же мирный. Потому что этот объект не подразумевает привлечение внимания птиц. То есть от ТКО они не будут вывозиться, и, соответственно, птички кушать не будут. Не создают опасности для самолёта. Да, не создают. Запрета нет. По этим объектам есть вопросы. Опять же посмотрим, то есть, по-моему, последний раз мы в эфире «Эхо Москвы» тему эту обсуждали ТКОшную в начале сентября. Нет одного слова, которое я тогда сказал, не откажусь, потому что те события, которые прогнозировались, там выбытие объектов, какие-то трудности там с плечами, они, собственно говоря, происходят. Не буду сегодня ничего ванговать, потому что, ну, еще раз, тема на сегодняшний момент, она очень закрытая, да, и можно судить о том, что не происходит только из публикаций в СМИ отрывочных, вот, смотрю с интересом, некоторым волнением, и дай бог удастся избежать всяких неприятных ситуаций. Роман Цветов, нашей студии, вице-спикер законодательного собрания. Мы продолжаем. Еще одна тема, но эта тема, конечно, более открытая, может быть, даже более радостная. Начинается вакцинация от COVID-19. Уже с сегодняшнего дня можно записаться по единому телефону 122, поручение Владимира Путина, собственно говоря, да. У нас, насколько я понимаю, в регионах будет несколько точек вакцинации, три будет в Кирове и девять в районах области. На сайте правительства области выложен довольно подробный текст, в котором и требования записаны к тем, кто может вакцинироваться, и процедура сама. Вот у меня вопрос. Пойдете ли вы, Роман, сами вакцинироваться от COVID-19? Считаете ли вы это нужным? Как вам кажется, насколько будет широк вот этот вот ручеек желающих привиться? Ну, скажем так, то есть в настоящее время мне вот прямой экстренной необходимости прививаться нет в силу ряда обстоятельств, о которых мы в студии говорить не будем. Слава богу, там все это прошло легонько и без нагрузки на систему здравоохранения. Мы понимаем, о чем говорим, да? Иммунитет. Иммунитет, да. В целом, я однозначный прививочник. Все мои дети, я тоже привиты там по графику, национальному календарю прививок. И что касается прививки от COVID-19, вот наравне с популяционным иммунитетом, то есть вот когда люди перебаливают, и у них возникает там ранний уровень, там разный уровень антител, или, например, они перебаливают бессимптомно, и у них просто вот антител нет, но организм там в силу там гуморального иммунитета устойчив к этой болезни. Вот наравне с этим разорвать с почвы распространения можно только массовой вакцинацией. То есть когда вирусу просто некуда будет распространяться, то есть когда вот люди, которые будут контактировать там с одним носителем, они все будут иммунны. Так побеждали всякие страшные болезни, которые последнее время вдруг начинают снова вылезать благодаря антипрививочникам. Та же корь, про которую там забыли, слава тебе Господи. И вдруг раз, она в вполне себе благополучных странах, которые корю брали из нацкалендаря, вдруг начинает возникать. То есть опять же там вопрос прививки, это не твой личный выбор, ну не только твой личный выбор, это в том числе выбор, ты участвуешь в цепочке распространения этого вируса или ты эту цепочку пресекаешь. Поэтому там лично мой ответ да, я буду вакцинироваться. И вопрос этот изучаю. То есть вот на сегодняшний момент я выбрал вакцину, которую я бы хотел вакцинироваться из двух российских вакцин. То есть это российская вакцина? Да, это на сегодняшний момент там вот, ну, гам-ковид-вак, то есть это векторная вакцина гамалеи, и эпивак-корона это вакцина вектора. То есть не надо путать вектор и вектор, наверное. Это две разные вакцины. То есть в силу, ну, меньшего количества побочек... Еще Чумаковская сейчас разработка. Да, мягкость и большая изученность самой методологии производства этой вакцин. Там я для себя выбрал, что это эпивак-корона. То есть она начнет массово поступать после Нового года. То есть сейчас это спутник ВИ будет. То есть это вакцина гамалеи, она же гам-ковид-вак называется. Но опять же, это вопрос личного выбора. Иммунитет предположительно от спутника ВИ будет дольше. Просто в силу особенностей, что это такая неживая вакцина с эффектом живой, а живые вакцины, они всегда формируют более сильный иммунитет. А, грубо говоря, там эпивак-корона, вот предположительно, по мнению ученых, она, ну, и часто надо будет каждый год прививаться. То есть однозначно сделаю, родственникам своим сделаю. Это важно, необходимо, и без этого не победить. Но, еще раз. А не настораживает, что еще не закончено вообще испытание? Ну, совершенно нормальная история, что там в некий чрезвычайный период третий этап испытаний совпадает с началом применения. То есть это, собственно говоря, не российская только специфика. И в Соединенных Штатах Америки, напомню, президент привился вакциной, которая тоже на тот момент не прошла испытаний третьей стадии. Но первая-то, вторая были пройдены. Но это личный был выбор. Да, это личный выбор. То есть и на сегодня, вот мне так кажется, никто никого принуждать-то не будет. Потому что вообще вакцинация дело добровольное, как бы, но такое мотивированное, еще раз скажу. То есть при вакцинации каждый подписывает там информированное добровольное согласие, или не подписывает. Да, мы вправе отказаться, вправе нет. Конечно, правильно было бы развернуть разъяснительную работу, давая, во-первых, возможность выбора между вакцинами. Во-вторых, как бы, ну, людям отвечать на их вопросы, связанные с вакцинацией. Наверное, это будет сделано. Потому что, напомню, у нас масса вакцинации начата достаточно внезапно по личному поручению президента. Поскольку в Великобритании, в ряде других стран, вот эта вакцинация была также начата. Посмотрим, как это будет реализовываться. Хорошо, что на начальном этапе уже вот эти телефоны какие-то, где можно вопросы задать, позвонить, записаться, это принято. Но, мне кажется, в ближайшее время будет выбор из импортных вакцин, если вдруг кто-то хочет. Потому что задача стоит в массовой вакцинации, объемы производства... А не будут ставить барьеры в России поступления импортных? Обещали, что не будут ставить, что вакцины, которые будут одобрены международным сообществом и национальными, скажем так, органами здравоохранения, будут использоваться в России. И это важно, потому что вопрос же в наращивании объема. То есть, вот, грубо говоря, если мы будем медленно-медленно там вакцинировать, мы не создадим быстро вот то количество иммунных граждан. Поэтому, думаю, будут внедряться импортные вакцины. Опять же, обещали уже. И вопрос в скорейшей иммунизации. Почему они будут внедряться, на мой взгляд? Потому что, ну, мы просто не успеваем, не успеем с производством, с массовым. Для того, чтобы одновременно, там, в течение полугода, например, сформировать популяцию людей с иммунитетом. Но еще раз там сделаю сам, призывая всех ответственно подойти к этому выбору и также принять положительное решение по вакцинации. Роман, вот сразу вопрос. Все-таки есть категории граждан, которые, ну, скажем так, контактируют, да, достаточно широко. Это медики, это педагоги, это социальные работники, про которых говорится, что им предложат вакцинироваться в первую очередь. Вам, как кажется, вот эти категории все-таки надо как-то, ну, не принудительно вакцинировать, но более-менее, в более обязательном порядке, чем всех остальных граждан, нет? Я думаю, вот просто... Будут ли принуждать? Как вам сказать, я с педагогами плотно общаюсь. Как каждый родитель. Которые работают сегодня на передовой, наверное, в меньшей степени, чем врачи, но в ничуть не менее опасной ситуации работают, поскольку, ну, слушайте, педагогические коллективы выбывают часто там в половинном составе, а то и в полном. Вот просто в силу того, что раз один носитель попал, высокая контагиозность, то есть заболели, я думаю, что педагоги, не оснащенные в школах, там, костюмы спецзащиты, в которых работают люди, медики в красной зоне, они сами заинтересованы, будут соревновать у себя иммунитет, особенно с учетом того, что это люди возрастные. Обращу внимание, то есть все равно будут противопоказания при вакцинации, и здесь надо обращаться к специалистам в конечном итоге, которые особенно для пожилых людей будут определять ту вакцину, которая им больше всего подойдет. Я думаю, что количество добровольцев будет большим, просто, опять же, учитывая возрастную категорию, они там педагоги в зоне риска, многие, большая часть, мне кажется, и то, что они работают с детьми, а дети – идеальные носители, которые сами не болеют практически, но переносят, вот, как следует. Больших количеств там дети и виновники именно занесения короны в педколлективы. Предполагаете вы, что там достаточно большое количество людей будет готово привиться самостоятельно, заставлять их ненужным? Я думаю, да. Хорошо. Вакцинация, напомню, с сегодняшнего дня стартовала. Единый телефонный номер 122. В Кирове можно позвонить и узнать, где привиться, есть ли противопоказания, когда это все начнется. Три точки в городе и девять в районах области. На прошлой неделе еще одна важная тема была в информационное поле. Введена эта история с ремонтом фасадов, фасадов ветшающих в Кирове. Появилась информация о том, что кировские сталинки могут спрятать за вент фасадами, так называемая туалетная плитка, с легкой руки Антона Касанова, по-моему, это выражение у нас прижилось. Дома сталинского периода, дома 50-х годов на Октябрьском проспекте, на улице Карла Маркса, на Пролетарской, на Роза Люксембург, на Комсомольской и прочих будут закрывать частично вент фасадами, частично ремонтировать фасады, восстанавливать. Я так понимаю, что речь идет прежде всего о зданиях, которые какую-то историческую ценность имеют. Ваше отношение к вент фасадам вообще, мне кажется, что это безобразно будет выглядеть. Ну, смотрите, то есть в силу того, что у меня здесь двоякая роль, то есть как жителя своего города и как представителя наблюдательного совета Фонда капитального ремонта, где этот вопрос мы в первом приближении пока лишь обсуждали, то есть я хотя бы знаю подоплеку, откуда возникла эта история. Связана она с особенностями тех покрытий, которые использованы на этих сталинках. Это мокрая штукатурка, у которой в наших климатических условиях есть одна особенность. Она и пяти лет не служит, после чего начинает отваливаться. Когда эти дома строили в сталинские времена, там сильно этим вопросом никто не запаривался. И про то, как это будут обслуживать, всю эту лепнину и слой с полладоней штукатурки, вообще никто не думал. Соответственно, сегодня возникает вопрос. То есть нам, если вы заметили, идет ремонт Сталинок по центральным улицам в рамках программы капитального ремонта. Нарастающими итогами это все должно подойти к празднованию юбилея города, для того, чтобы вот эти здания, которые не являются объектами наследия, но представят историческую ценность, а некоторые из них были построены тем же по проектам Чарушина, нашего знаменитого архитектора. Чтобы эти дома пришли в достойном состоянии. Чтобы они достояли до 2024 года. Достояли до 2024 года, а не факт, что достоят, просто в силу особенностей покрытия. То есть вот мы все можем выйти в район театральной площади и посмотреть, как вот эти дома выглядят после недавних ремонтов. Ну, улица Комсомольская напротив детского мира, там пятиэтаж. Тоже, кстати, там другой проект домов, там, но, да. Соответственно, когда я вопрос фонду капремонта задал, там, а что делать с ними собираетесь, они говорят, ну, вот рассматриваем вариант как раз вентфасады. Я говорю, слушайте, вы понимаете, что по вентфасадам вам надо, ну, чтобы не наступать на те же грабли, на которые уже наступали в нашем городе, там. Ну, с авиационным техникумом, да, самая-самая яркая, наверное, история. Вот вы давайте-ка, надо вопрос обсуждать. То есть, наверное, было бы логично вообще этот вопрос поднять в рамках либо будущего урбан-форума, который пойдет, либо прошедшего урбан-форума, там, в силу, опять же, там, ветвления, то есть их два у нас в ближайшее время пойдет. Да, два урбан-форума, на январь вторая часть планируется. С людьми, которые являются потенциальной протестной аудиторией, то есть жителям, я думаю, так, это vice versa, то есть вот, может, да, может, нет, а вот с общественниками, с урбанистами надо этот вопрос точно обсудить. Вот как это будет происходить, мы с Романом Титовым после небольшого перерыва поговорим полторы минуты и вернемся. Роман Титов в нашей студии, вице-спикер законодательного собрания Кировской области. Мы продолжаем. Кировские сталинки могут спрятать за вентфасадами. Какими будут эти фасады и будут ли они вентфасадами? Как обсуждать это с жителями и с протестной аудиторией? Ну, давайте, не с протестной аудиторией, то есть аудитория станет протестной только тогда, когда люди, любящие свой город, выйдут на наши исторические улицы и видят вместо разрушающихся Сталинок, Сталинки отполированные такие из керамогранита. Ну, не туалетная, это, конечно, плитка, туалет ни один не выдержит, собственно говоря, такой нагрузки, вот, но не суть. То есть, эта тема важная для горожан, для урбанистов, в том числе людей, которые вот как-то думают о городской среде, и это точно надо обсуждать. Опыты положительные были, например, в Баку, когда, ну, там, правда, и Сталинки, и Хрущевки пустили все как бы под фасады новые, но там она сопровождалась, ну, собственно говоря, как раз обсуждениями предварительными. Итоговое решение надо принимать, опираясь на мнение жителей. Пока фонд капитального ремонта решение этого не принимал, то есть, вот, был некий проброс, ни одна Сталинка пока вентфасадом не покрылась. Все дома, которые в этом году сталинские проходили капремонт, они все вот в нормальной штукатурке, собственно говоря, исполнены. Есть другой вопрос там. Я тоже не очень понимаю, на что будет похожа Сталинка в вентфасаде, как это вообще выглядеть будет. Не возникнет ли ситуация, что, к примеру, вот мы часть отремонтировали, отреставрировали, откапремонтили так, как есть. И вот они такие канарейшные. Часть мы сделаем в вентфасаде, гипотетически, да, после обсуждений. И не будет ли тогда вот ансамбли, которые как-то планировались при проектировании года, разрушены? Не знаю, поэтому это надо обсуждать с людьми. А когда это будет все происходить? Когда это обсуждение? Ну, это надо делать до начала этапа фасадных работ, а это, ну, теплое время года. Наверное, с апреля они должны там, будут начаться фондом капремонта. Вот это надо сейчас проводить, а ведь до этого надо еще фонду отторговаться. Поэтому, ну, после Нового года сразу точно эту тему надо не просто вбрасывать в общественное пространство, обсуждать с людьми и прислушиваться к их мнению. А если окажется так, что люди скажут нет, а делать все равно будут? Насколько вероятна такая ситуация? Ну, значит, мы наступим на те грабли, на которые уже наступали. Ну, скажут, пошумят и перестанут. Ну, во-первых, у нас выбранный цикл начинается. А-а-а, то есть выборы тут нам в помощь. Следующий год, а через год выборы городской думы, что, наверное, еще как бы важнее тут для Кирова. И вот здесь, кто первый встал, того и тапки, как говорится, кто возьмет на острие эту протестную тему, там, тот может на ней что-то заработать. Но, еще раз, мы должны учитывать и мнение жителей тех же Сталинок, в том числе, там, через проведение общих собраний. Потому что, ну, получить у себя по окну кусок штукатурки падающей тоже не сильно кому-то хочется. Надо смотреть иные там технологии, которые возможны. Там должен быть выбор, мне кажется, предоставлен. Но пока, еще раз, был только один разговор с фондом капремонта, и достаточно краткий, где вот одна из гипотез была, это, а давайте-ка сделаем венфасады. Рекомендации свои обсуждать это с людьми я озвучил. Кстати говоря, о начинающихся выборах и о тех, там, информационных поводах или темах, которые перед этим циклом выборным, да, в информационном поле появляются. Кировской справедливой России депутаты городской думы предложили вернуться к обсуждению темы прямых выборов главы города. Я напомню, да, слушателям мы уже это обсуждали в нашей студии, как это будет выглядеть. То есть будет глава города, он же глава администрации, он будет выбираться на прямых выборах. Глава городской думы точно так же будет выбираться из состава депутатов, ну, и будет возглавлять только думу. Председатель думы он будет, собственно говоря. То есть вот это вот двуглавие, которое сейчас существует, когда у нас есть глава города и глава администрации, назначаемый, предложено убрать. Как вам кажется, Роман, насколько проходима тема? Получится ли что-то у справедливого Росов? Может быть, кто-то к ним подключится? Ну, есть ряд сомнений по этой теме. Первое сомнение связано с тем, что как-то так странно получилось, что идеологом отмены выборов прямых мэра города Кирова и идеологом, основным, наверное, возвращением этих выборов является один и тот же человек, депутат городской думы Альберт Бекалюк, который просто, по-моему, от разных партий там участвует. Но, собственно говоря, там... Ну, в свое время, он не скрывает, да, в свое время изменения в устав вносились по его инициативе. Да, потому что тогда был Василий Киселев, и вот надо было как-то... Василий Киселев, видимо, это персональная была поправка, там, собственно говоря, так мы лишились прямых выборов. То есть сейчас снова... Человек осознал ошибку. Да. Окей. Так. Второй вопрос, который лично я пытался объяснить даже некоторым кировским СМИ, но они как-то не очень сильно поняли, и там из прямой речи убрали половину текста. Вопрос, связанный с тем, что этим летом были приняты поправки в Конституцию. И появилось несколько новелл, в том числе связанных с местным самоправлением. Первое, местное самоправление включается в единую систему публичной власти в Российской Федерации. Вторая поправка связана с тем, что порядок выбора органов, формирование органов управления городов, центров областных может утверждаться отдельным федеральным законом. То есть предполагается поправками, а, некая встроенность органов МСУ в систему областной и государственной власти. Первое, которое мы не знаем, как учесть на этапе возвращения прямых выборов мэра. Вторая поправка важная, это то, что будет федеральный закон, скорее всего, который урегулирует и создает единую систему выборов или назначения, например, или разделения, или двуглавия. Мы не знаем, потому что проекта в Госдуме нет в отношении руководства областных центров. То есть во всей России будет единый порядок установлен. Слушайте, ну это вообще какая-то странная история. То есть живем мы в Кирове, а порядок выбора главы и руководителя города нам устанавливают непонятно откуда. Ставка налога на доходы физических лиц, хоть мы и живем в Кирове, устанавливается тоже в России, например. То есть это федеральная полномочия. Пока нет конституционного закона, который бы развил вот эти нормы, мы можем что угодно тут проектировать, но просто это будет, возможно, обречено на поражение. То есть когда мы подходим, мы уже сформировали общественное мнение и сформировали систему, по которой мы собираемся идти, бах, федеральный закон, и все, и вся тема развалилась. Но вот это риски, которые я обозначаю, которые могут возникнуть. Мое личное мнение абсолютно сугубое, что мне кажется, что правильной была бы система, где жители выбирают городскую думу, которая из своего состава выбирает главу думы, он же глава администрации. То есть это депутат, избранный народом. Здесь мы выбранную составляющую, собственно говоря, никуда не деваем. И он выбран из числа депутатов думы на постоянной основе исполнит полномочия. Такая система действует в большинстве районов Кировской области, за исключением городов областного значения. То есть вот, например, в Слободском районе глава, представитель областной думы, он же, собственно говоря, исполняет полномочия главы администрации. В итоге экономия бюджетная есть, это одна ставка, и аппараты там не множатся, но в итоге там законодательный, ну, на местном уровне нет незаконодательной исполнительности власти, то есть там представитель народа, собственно говоря, там интересы народа в режиме постоянной работы представляет, но он подотчетен думе, которая вправе его отозвать там по поручению своих избирателей и т.д. и т.п. Ну, почему, мне кажется, это правильно, потому что такая система, то есть вот сейчас, получается, мы вырвали Киров, Киров-Чепецк, например, там, да, вот у нас там двуглавие, а в большинстве районов у нас вот одноглавие, то есть вот два в одном, то есть точнее получается. Давайте там придем, вот как оно есть. Но еще раз, пока не будет федеральных изменений, все это, ну, вилами по воде. Мы можем уткнуться в то, что мы там напроектируем, а в итоге все уткнется в нормы федерального закона. А я правильно понимаю, что если, например, вот эта история пройдет в городскую думу, то есть в городской думе же сейчас создана рабочая группа, которая будет, как я понимаю, дорабатывать вот этот документ, предложенный справедливоросами, и потом городская дума может одобрить этот документ, и он будет вноситься в ЗАГС собрание, что ЗАГС собрание может сказать, ребята, не бегите, впереди паровоз, давайте подождем федеральных изменений. Не знаю, потому что наша позиция будет формироваться, а, консолидированно, б, в том числе на основании там позиции прокуратуры, Министерства юстиции по Кировской области, на основании позиции правоуправления ЗАГС. То есть вот я сейчас говорю, там свои некие суждения. В силу того, что к нам ничего не поступало, мы даже еще этой темы не касались. То есть поступим, просто в каком виде мы не знаем. И когда? И когда? Может, к тому времени два потока сойдутся, и этот нынешний, точнее, созыв Госдумы примет законы в исполнении там Конституции, и мы вдруг увидим, что эти законы абсолютно соответствуют тому, что рабочая группа напроектировала, все сошлось, там принимаем, вообще вопросов нет. Не знаю. Кстати, о законах. Очень коротко у нас остается всего пять минут до конца эфира. Еще две темы. Одна из них касается анонсированной отмены института кондукторов общественного транспорта. На прошлой неделе была новость о том, что, возможно, подорожает проезд со следующего года. Ну и в связи с тем, что меняется вообще сама там система и структура общественного транспорта, когда-то, в будущем, возможно, в 22-м году, от кондукторов будет, как бы, решено отказаться. Да, будет электронная система оплаты. Ян Чеботарев в четверг в этой студии в особом мнении говорил, что прежде, чем отменять институт кондукторов, надо сначала ввести какие-то изменения в законодательство, которые регулируют ужесточение наказания за безбилетный проезд. То есть у нас очень смешные цифры, он говорит, и если не будет кондуктора, люди просто платить не будут. Ну, не факт, потому что вот как в Москве ты без чека вот этого, да, там без чекина, точнее, без приложения карточки, ты в автобус не зайдешь просто, но это сильно задерживает машины на маршруте, раз, требует установки валидаторов, контрольно-кассовой техники, подключения интернета на каждую машину, и там же сервак целый ездит на каждой машине, банковский, да, специально, который ведет эти операции там, да, или они отгружаются куда-то в центр обработки данных. То есть это стоит, предположу, на какие-то скорости миллиарды рублей, которые из тарифа точно не компенсировать, ну, потому что тогда тариф будет нереальный. Вот давайте там вспомним события годичной давности, когда я, как член экспертного совета РСТ, участвовал в рассмотрении тарифа, экономически обоснованный тариф в Кирове, знаете, какой, 36 рублей. Перевозчикам мы дали там 26 на 10 рублей меньше, потому что, а, ну, как бы это социальный вопрос, и, б, ну, просто все порезали у перевозчиков. Они, конечно, сегодня обновляться не могут, но ведь есть два пути. Первый – это возложение платы на граждан за всякие эти новые введения по отмене кондукторов, там, по дорогостоящим этим изменениям по покупке новых отобусов. Второе – это софинансирование этих изменений из бюджета. Почему мы сразу говорим о том, что дайте мы там 2 рубля набавим, вместо того, чтобы обсудить, а, подождите, а может, мы как-то сможем помочь для того, чтобы эти 2 рубля не набавлять? И давайте еще раз актуальность посмотрим. А нам точно нужна армия безработных на рынке кондукторов? То есть это же люди, которые сегодня работают, их там 2 на каждую машину посменно, значит, и они кормят себя, свои семьи. Мы вот готовы в условиях ковидной безработицы еще увеличить нагрузку. Ну, не в этом году, в 22-м. Ну, мы же не можем так вот планировать, когда все это кончится. Хотелось бы, что в следующем году, конечно. То есть, еще раз, вопрос, на мой взгляд, выброшен в общественное пространство немножко преждевременно. Мое мнение там, да? То есть, и изменения должны вводиться поэтапно. И уж точно надо начинать с комплексной программы изменений, потому что мы 2 года назад что обещали единого перевозчика? И нет его до сих пор. Нет его до сих пор. Более того, в соответствии с антимонопольным законодательством, вот его в том виде, в котором он был, быть не может на сегодня, потому что изменения вступили. Сейчас речь идет о некой надстройке, управляющей, брутоконтракт и прочее, прочее. А брутоконтракты что подразумевают? Абсолютно новый автобусный парк. Возвращаясь, зацикливая наш с вами эфир, мы возвращаемся к первой теме, к мусору. То есть, грубо говоря, когда создается некая госструктура с новыми мусоровозами и прочее, или госструктура с новыми автобусами, в конечном итоге есть риски, что все эти изменения могут отразиться на нас с вами. На кошельке нашем, прежде всего. Ну, еще маленькая-маленькая тема к нашему вот этому круглому, совершенно закольцованному эфиру. Это ваше и вашего коллеги Федора Киселева предложение убрать СИЗО с набережной. Это наше предложение вызвано тем, что министр юстиции Российской Федерации Чуйченко выступил с анонсом разобращающейся программы пилотной по переносу СИЗО и тюрем из городов за их пределы. На окраины. На окраины, да, конечно, там, ну не в чисто же поле, да. И наша позиция в том стоит, что надо торопиться. То есть пока есть возможность на этапе формирования проекта в него попасть, у нас есть знаковый совершенно объект. Это Екатерининская тюрьма, пересыльная, значит, на улице Мопро, которая стоит прямо в центре городской прогулочной зоны, которая стоит прямо в центре жилой застройки. Еще раз как бы там где-то уже прозвучало. Ага, положили лапу, значит, на этот земельный участок. Спасибо Боже. Сейчас все снесут и построят на две этажки. Мне кажется, вообще сносить не надо, а сделать там объект, там совершенно другой, да, культурное пространство, не знаю, объект притяжения. В конечном итоге там история, то есть вот снести там, это точно нельзя, там, этому зданию, там, 200 чем-то лет. Вот. Но там неудобно работать адвокатом, там неудобно работать следствию, хотя это и близко, но там просто нет условий нормальных. То есть еще раз это проектировалось по нормам, там, 250-летней давности. Там плохие, давайте откровенно скажем, условия для содержания заключенных, точнее, там, не о заключенных, лицах, находящихся под сторожей, да, на период там следственных мероприятий. И сантехника, и т.д., и т.п. Ну, понимаем. Члены ОНК вам расскажут, что там внутри. Есть вот две потребности, то есть потребность города, чтобы эта вот дурь ушла отсюда, вот, ну, вот это вот страшное место, которое там лавим собак, встречает всех гуляющих по городу, и там криком птиц там, значит, и проталина тонка, значит, и прочее, прочее. И есть федеральные деньги, наверное, там они будут заложены. Давайте попадать к юбилею города. Сделаем там, перенесем, создадим новый комфортный объект для людей и для следственных органов, и для адвокатуры на окраине города, благо земли много, и сделаем нечто культурное, хорошее, историческое здесь, в центре города. Поэтому, понимая, что единственный человек в Кировской области, кто обладает выходом на уровень вице-премьера, министра юстиции, точнее, кто может там поддержать нашу инициативу, это губернатор, мы на него и обратились оперативно, подсказав ему, скажем так, обратив его внимание на то, что есть такой проект, предложив региону поучаствовать. Будет ответ, обязательно будем держать в курсе. Спасибо большое. Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области, был сегодня в «Особом мнении». Программа на этом заканчивается. Всем до свидания. Особое мнение на 101FM